мы привыкли что на животноводческих фермах выращивают коров овец коз разводят кур гусей или уток но в последнее время мода на уход от традиций дошла и до сельского хозяйства и все чаще в нашей стране появляются подворьях с экзотическими обитателями которых можно увидеть лишь на страницах учебников примеру на этой ферме что расположилась поселке архиз пожалуй можно снимать программу в мире животных потому что четвероногих пушистых жильцов здесь действительно много наводитами жадина держи моя сладкая давай мою губочки мой одуванчик знакомьтесь это семья альпак эти чудесные звери родственники верблюдов тот что с темной шевелюра и гордым видом самец анатолий а малышка моня и юля его подруги а вместе их называют гарем толиком ему говорят с девчонками повезло однако мамочка семьи которая держит все под контролем вторая любопытная и общительная а третья та самая девушка с характером но живут они вчетвером душа в душу здесь живет нашу гарем толиком и называем у нас здесь живет вот она на то ли черной ему три девчонки три жены это моня о моня малышка и юля юля самая строптивая жена у него это под любое настроение как хорошим гареме у толика наталь он очень любит своих девочек мы вообще принципе животные очень социальные они создают свои семьи они живут много лет с одним партнером они могут быть не только моногамный полигамные тоже толик у нас ну такой знаете ревнивый ревнивый очень мальчик он никого то есть у нас есть а красавчик в соседнем законе но он четко блюдит его границы чтобы никто даже на его девочек глаз не под не посмотрел не поднял до той а по соседству с гаремом толика живет другая семья красавчик со своей сарой только в отличие от анатолия в любви и ласки он не купается в этой семье матриархат он есть пока она не видит как только она поймешь что я корму сейчас красавчика она его начнет отгонять за ухо кусает чтобы он отошел чтобы только все ей доставалось цара царь царь и но не ругает они это не красавчик тебе то я ты думала красавчик пристает к себе давай будешь пока красавчики сара хозяйничать загони вдвоем но в будущем как надеется хозяйка ферме ирина калюжина у них будет пополнение или они станут родителями или к ним присоединятся новые сожители потому что здесь решили вплотную заняться их разведением так как во-первых альпаки являются источником шерсти из которой можно сделать теплые изделия а во-вторых эти животы настолько фермеров очаровали что те решили приобрести сразу несколько семей это не было так что мы проснулись и выходим мы хотим альпак нет это как снежный ком немножко все это дети наши в этом очень популярно как-то это было ламы альпака вот пиньяты на дня рождения разбивать потом ключевая наверное история была когда мы приехали к моей бабуле мы с сестрой и нашли у нее на потолке прялку вот такой вот круглую большую на колесе и бабушка сидит такая вот сейчас уже сложно найти хорошую овечью шерсть и чудо ну как-то заговорились слова за слова за шерстью и мы такие фантазировали как мы сестру представляешь берут а у нас такая вот мастерская мы такие две пряшки на пряки две пряки таки будем сидеть на прялки 5 шерсть как-то пошутили пошутили дальше следующий этап это наверное когда я увидела альпак мы мы ездили в россии у нас побывали в гостях и после этого уезжая понимали что помимо того что это шерсть как сама уникальная такая уникальный ресурс который дают альпака также это эмоции они ну просто эти бездонные глаза когда ты видишь это они начинают все там к тебе кто продажник то там меркантильные животные конечно за корм они сделают все что угодно так они добровольно они не очень хотят наверное с этого началось мы решили вообще изначально две мы ехали таки давайте в альпаку заведем и будем бабушке шерсть мы там ну как-то вот это тоже немного проговорили и это вот все нарастало таким снежным комом который привело к тому что у нас появилась ферма альпак у меня в принципе очень была большая мечта такая мне хотелось что у меня будут шерсть альпака потом и мы с бабушкой бабушка меня там научила вязать и говорим будет свою авторские какие-то изделия и шерсти альпак они очень ценные уникальные у них 6 7 раз теплее чем овечье ну она не выделяет лана гипоаллергенная они выделяют у них нет уже работы то есть у них сухая шерсть но есть свои поэтому есть свои особенности чтобы сделать нить и шину шерстяную то есть это совсем другая технология нежели от овечь она отличается и все и потом игру вот будет много мы стригли в прошлом году стригли гиулю мы стригли толика маню мы монику мы по тоже полностью подстрели малышку мы пол длины она молодая была еще вроде как рано было и стричь полностью мы там что-то пытались и покреативить у нас ничего не получилось вот но думаем уже в этом году у нас что-то получится на хотя мы там какие-то прически для них оставляем чтобы какая-то уникальность у каждого была своя я сам я сама всю жизнь прожила в селе это моему для меня это не чуждо это звучит близко мне знакомо я отучилась школе фермеров закончила аграрные курсы заняла призовое место и вот наверное опять же это следующая ступень я получила достаточно много знаний и понимание как правильно нужно что нужно сделать где нужно себя где здесь где нужно сделать упор на чем нужно сделать упор и вот таким способом несмотря на то что я жила в селе я работала в городе но у меня было свое личное подсобное хозяйство мне были и поросята и куры и коровы было было свое время я вообще что давай книжка колхозник у меня еще успела в колхозе поработать это вообще моя история начиналась взрослой жизни когда я закончила там учебное заведение и потом все таки решила что я нет я буду поднимать колхоз ну и так пару лет это были двухтысячные начало двухтысячных поэтому уже я не успела там себя проявить как хороший животновод или какой-то в таком подтексте кстати привезли альпак с новосибирска а вообще их родина южная америка но большая часть животных обитает высокогорных районах например перу на западе боливии эквадоре и северном чили основной ареал обитания располагается на высоте от трех с половиной до пяти тысяч метров над уровнем моря животные нет требовательных среди обитаниям что позволяет заводчикам держать их по всему миру девятнадцатом году были приняты изменения в законодательную немножко ужесточили законодательства для цирков парков таких вот такого рода передвижные цирки стационарные зоопарки то есть на определенную голову должна быть определенная квадратура и те цирки парки которые не могли физически или там материально исполнить обязательства перед законом чтобы у них не было никаких штрафов они начали появился серый рынок животных и мы уже выкну мы на самом деле мы покупали вот выбирали всех брали все что можно был постепенно конечно это сразу потому что очень большие деньги теперь без заботы подопечных не приходит ни один день ирины калюжиной тем более что сейчас они стали настоящими звездами в гости к альпакам каждый день приходят туристы поэтому со временем ее увлечение стало приносить семье доход хозяйство стало первой фермой альпак на горнолыжном курорте в стране и здесь они чувствуют себя вполне комфортно ведь их организм устроен так чтобы можно было дышать разреженным горным воздухом или пастись на равнинах поэтому легкие морозы архы за их не берут да и к тому же хозяева построили для альпак домики в которых можно спрятаться от холода или солнца если это потребуется но обычно животные большую часть своего времени проводят на свежем воздухе когда мы привезли это было в ставрополе вот мы привезли первых там своих животных у нас появился первый то мартин гуанако был у нас моего первого такого нашли он такое немножко эксцентричный мужчина у нас мы его привезли и начался заработала сарафанное радио такое пошли начал поток я там начинаешь это строим там что-то на земле порядки наводим и постоянно почти начинается поток одни посмотреть местные соседи там друзья какие-то потом друзья друзей его мы понимаем что мы можем это немножко в другом направлении не как шерсть как мне хотелось а именно уже как агротуризм и вот с этого и потихонечку началась у нас наша история ну одна из основных причин почему мы выбрали архиз здесь когда я узнала что здесь в году 300 солнечных дней я была крайне приятно удивлена и нету у нас на соврополе все-таки очень климат такой нестабильный ветра сквозняки пусть будет температура у нас выше нежели в архизе но по переносимости она хуже мы подстригли и вот почему еще такой один момент мы подстригли поздно альпак наших мы начали переживать о том чтобы зиме они слабо обросли и будут сквозняки туман сырость холодно мы хотя мы сделали для них очень хорошие теплые обогреваемые помещения думаю мы они же не будут сидеть всю всю зиму у нас в домиках а куда мы их сможем выпустить холодно туман ну и как-то вот заиграл это им когда услышали приехали в очередной раз просто с родственниками сюда и блин знакомство за знакомством то есть предложили ему говорим ну давайте попробуем хотя бы нашу семейку потому что у нас самый больше всего переживали за монику юлю и вот толика что они были позже всех просто подстрижены красавчик был немного раньше нас сарай поэтому он уже был готов к зиме и вот то наверное от этого больше и мы отталкивались комфорта что касается питания то в их повседневный рацион обязательно входит сено овощи и корм но многие кажется уже успели стать всеядными слишком часто к ним приезжают гости со сладостями альпаки с удовольствием едят из рук капусту яблоки или морковь ну мы договорились с заводом кормов с технологами мы договорились и подобрали питание именно для альпак мы изучали всевозможную литературу по питанию ветеринарные какие-то книги покупалась все это переводилась изучалась потому что все таки и исконная их родина это высокогория южных ант там свои минералы там свои микроэлементы какие-то микро и макроэлементы которые у нас в россии не то что их нет или дефицит но в силу того что другая другой поезд до климат поезд также ну для них морковка овощи и фрукты это обязательное лакомство то есть клетчатка карате кератин для них для шерсти это содержание серы определенная должно быть в рационе черный хлеб обязательно тоже дрожжевой вернее без дрожжевой черный хлеб чтобы получить нам качественную шерсть нам приходится вот немножко заморочиться для этого ну поэтому они у нас такие все веселые да и красивые а еще здесь на ферме можно поближе познакомиться с гуанаком древними предками лам которые по сложению и величине напоминают благородного оленя а по облику представляет собой странное сочетание верблюда и овцы эти милые животные способны вызвать улыбку даже у самого хмурого гостя огромные глаза и длинные ресницы таким кокеткам отказа нет ни в чем они готовы дружить со всеми особенно кто приходит не с пустыми руками кстати их тут тоже две семьи который как надеются хозяева фермы скором времени обзаведутся потомством полозрилась вообще лама альпак вот семейство верблюдовых приходит к двум двум с половиной годам все не наглей одно они нет их нужно перед придет период когда нужно будет их сейчас разъединять потому что беременность вообще длинца у них 11 половиной через 12 месяцев то есть достаточно длинный и чтобы комфортно им родить и нам было комфортно за ними наблюдать и содержать мы стараемся чтобы этот процесс происходил в летний период в теплый то есть и так тебе надо так очень хотелось тебе надо вот поэтому мы хотим к немножко контролировать этот процесс потому что у них нету периода охоты когда вот есть самка в охоту вошла и начинаются у них там и мрачные игры нет они создают семьи они живут ими они любят друг друга в любое время года и так бы сказала наверно корректно мало того что в два с половиной года особь готова забеременеть но не значит что она забеременеет сразу потом год беременности полгода в детенышек должен обязательно находиться с малой с мамой да то есть популяцию их очень сложно у нас в россии как не то что в россии в принципе очень сложно долгий процесс чтобы какой-то увеличить популяцию этих животных вообще как говорят хозяева фермы одна из целей разведения животных это увеличение популяции но если одни обитатели этот процесс немного затягивают то кроликам в этом деле равных нет самый большой приплод принесли они теперь на ферме живут помесью трех пород порс-мажор который произошел и после чего мы немножко не смогли правильно популяцию их организовать потому что мы перепутали посадили девочку к клетку к самцу и убрали одной и той же породы это были фрага в рэксе порода рекс и мы забрали за место девочки мальчика и посадили к девочкам ко всем и думали мальчик остался в клетке у себя а девочку брус который уже он подружился мы отправили другим девчонкам оказался это был мальчик перепутали и он сделал все свои дела со всеми другими породами и потом еще отбраковку свою делали но они все-таки вы получились красивые да не все ночи красивые получились здесь просто за ними очень наблюдать кормить их с рук они очень ручные у нас до представлением дать у нас спрашивает а вы едите я говорю ну как бы нет она типа на что если будет их много ну пусть будет их много у меня не мне не мешается корма хватит еще купим корм да они что кушают а нет у них овес обязательно они едят овес у них комбикорма какого-то определенного мы для них не делали какой-то у альпак или нам тоже клетчатка обязательно не должна быть морковка и сено самое главное для них это все навесы и морковь ты куда моя да они очень хорошим соседстве они могут прийти и курочки и кролики едят у меня морковку одну морковку могут есть все и курочки кролики клевать вот они уже увидели иди сюда мы честно готовимся к приобретению любого животного поэтому мы также изучаем заводчиков которые у которых мы приобретаем наших малышей на самом деле нету какой-то определенной где-то что-то там конкретно у кого-то только вот строгих правил у нас нет но мы следим за ветеринарным контролем у нас ветеринарный контроль строгий кролики прихотливы в содержании поэтому мы тщательно следим за этим чтобы все наши кролики были здоровы и ухожены сыты да и довольны валийские козы альпаки гуанако кролики это лишь малая часть кого можно увидеть на ферме подворье открывает свои двери как контактный мини зоопарк который постоянно пополняется новыми экзотическими животными а потому тут всегда можно увидеть посетителем которым экскурсовод рассказывает о повадках и жизни своих обитателей дети очень с интересом смотрят ты чувствуешь эту благодарность кому то есть я наполняешься этими эмоциями когда они открыв глаза и приоткрыв немного рот просто в удовольствие слушают об этих животных они иногда не понимают там курочки кролики как это вы это а это барашки они не отличают барашки там от козлов и начинаешь рассказывать какие особенности почему это разные кто это словом ферма с милыми общительными жильцами стала уже туристическим объектом где можно не только познакомиться животными но и отдохнуть нам хотелось создать более домашнюю теплую обстановку поэтому мы с радостью угощаем наших гостей чай и кофе травяной чай это выпечка всевозможные сладости какие-то какие-то зоны отдыха где можно провести время с семьей то есть очень редко гости приезжая в архив за ним как правило это горнолыжная зимний период летний ну да погулять тоже но так чтобы прийти куда-то посидеть на свежем воздухе с детьми пообщаться у нас не получается к сожалению в силу того что у нас ритм жизни такой и хотелось немного выдернуть людей показать о том что есть немножко другое там у нас другой вид отдыха пообщавшись с животными можно отдохнуть посидеть у костра выпить чашечку кофе или глинтвейна нашего вкусного согреться и вот провести какое-то время с семьей как признаются туристы от посещения фермы они получают хорошее впечатление и море незабываемых эмоций для взрослых это возможность превратить свой быт в диковинку и провести свой отпуск по деревенским а для юных гостей познакомиться поближе с животными которых они видели либо по телевизору либо на страницах книг мне очень понравились альпаки и гуанако потому что альпаки вот не там большинство один вот их можно погладить гуанако они тоже очень хорошие но они более пугливые вот еще очень пони хорошие про альпак слышал и про гуанаки еще я слышал про лам тоже у меня большая книжка это много чего читал вот а здесь что интересного рассказали чего может быть ты не знал в принципе только вот про пони у меня я никогда не знал оказывается они не могут перевозить про лам я тоже не знал что они для перевозок использовались про альпак то что они были приручены шесть тысяч лет назад даже в глазах смотрела и у некоторых есть красные глаза и страшные немного есть ламы они очень красивые тоже любят морковку еще капусту ну альпаки тоже милые очень они красивые и хочется погладить и они едят очень хорошо а было страшно кому-то подойти ты сама попросила маму привезти себя сюда или или как вы узнали нет мы еще не знали когда мы ехали и там увидели ферму альпака решили туда заехать какие эмоции ты получила очень радость а раньше этих животных ты видела когда-нибудь таких если только в рязани кроликов альпак нигде он никогда первый раз смотрел а откуда вы приехали из рязани это какое-то погружение в детство потому что когда ты общаешься с контактными кроликами которых можно держать на руках или гладишь альпак погружающие в и тебя переполняют чувство доброты какой-то милоты очень мне нравится а кто больше понравился и почему альпаки понравились вообще ехала на альпак посмотреть потому что беру даже не знаю когда попаду вот но так как постоянно вижу какие-то посты с альпаками с ламами на самом деле даже не знала в чем их отличие еще оказывается есть гуанаки и вот здесь на этой ферме можно узнать отличие между альпаками ламами гуанаками просто так я же специально не читала чем отличаются альпаки гуанаки и другие животные а здесь именно во первых просвещаешься во вторых получаешь эмоциональное удовольствие то есть какое-то чувство наслаждения отдыха и расслабления такие хорошие отзывы только мотивируют хозяев фермы на расширение своего подворья по словам ирины самое главное не стоять на месте а постоянно развиваться тем более эти казалось бы совершенно разные направления фермерства и туризм вызывает неподдельный интерес у огромного количества людей у нас есть маленькая такая мечта и идея это капибара не знаю мало кто сейчас о ней слышал это морская свинья не свинка и свинья они очень интересны они очень дружелюбные они доставляют опять кучу колоссальных какой-то эмоций незабываемых поэтому но для них немножко другие условия хотим что-то закрытое какое-то помещение а сделать небольшой какой-то может быть ну не то что зимний сад ну какой-то вот в таком направлении поработать чтобы и в теплое и холодное время года можно было нас посещать и проводить время мы только приехали мы недавно и я просто безумное было безумно потрясена этим солнцем здесь здешним именно здесь здесь по-другому время течет здесь по-другому проблемы или забот они никуда не деваются но ты их воспринимаешь здесь совсем по-другому решаются как-то они легче что ли интереснее не знаю ну здесь совсем другая атмосфера словом чтобы познакомиться с предками лам или родственниками верблюдов не нужно ехать в южную америку перу или чили возможность увидеть удивительных животных так близко можно и в кричаево черкесии где всегда рады гостям а